Главная новая музыка, музыка-культура. Сын Уилла Смита, кокаиновый дурман и медитативный Ambient 1.1. Джейден Смит, уже успевший провозгласить себя живой иконой, пообещал фанатам, что его второй альбом станет воплощением тяжелого и бескомпромиссного рэпа. Однако на выходе сборник во многом оказался таким же чувственным и сентиментальным, как и последняя пластинка. Музыканта, которого Джейден то ли ради шутки, то ли всерьез называл своим возлюбленным. По словам артиста, он постарался совместить ангельскую и дьявольскую сущность, сложив воедино баллады под пианино, перегруженные автотюном трэб и стремительные барабанные ритмы. Разномастный диапазон включил в себя и романтичные треки, усовершенствованные чистым вокалом сестры Джейдена, Уиллоу, и вдохновленный Fallout Boy, хулиганский панк-рок в Fire Department, и завидный список участников на фитах, от упомянутого Tyler, The Creator, до Asap Rocky и Kid Cudi. Но навязчиво стремящийся к оригинальности рэпер не ограничился игрой с жанрами, наполнив релиз отсылками к мифологии, от райских садов Эдема до богини Раздора и Риды, и переизбытком розового цвета, мелькающего везде, от обложки до названий треков. Обилие красочных деталей и элементов привело к тому, что прослушивание альбома напомнило лихую поездку на американских горках, в которой эмоции сменяются быстро и непредсказуемо. Зарубежные критики такие старания посчитали избыточными, назвав 70-минутный альбом раздутым, неоправданно нагроможденным, даже претенциозным. И хотя их замечания местами вполне справедливы, стоит ли удивляться, что Джидин, выросший в звездной семье Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит и успевший за 21-й год жизни попробовать себя в кино, танцах, музыке и благотворительности, так яростно пытается выделиться и наотрез отказывается упрощать. 2.2. Бэнкс. 3. До выхода третьей пластинки творчества американки Джиллиан Руйс Бэнкс было принято ассоциировать с дарк-попом, наполненным электронными аранжировками и роботизированным вокалом. Однако новый релиз артистки получился в разы более живым и проникновенным, не в последнюю очередь благодаря музыкальному фону от Би-Джей Бартон, занимавшегося продюсированием музыки. Бонайва. И. Твин Шадо. Бэнкс. Снабдила. 3. Большим количеством нежных любовных гимнов, таких как Созул. И. If we were made of water. Позволив слушателям в полной мере ощутить мощь ее хрипловатого голоса, и убавила хлестки и басы, свойственные ее раннему творчеству. Не обошлось и без дерзких и кокетливых А&Б треков, заставляющих ассоциировать Бэнкс, уже не с мрачными The Weeknd и FKA Twigs, а скорее с Арианой Гранди. В некоторых моментах такое изглаживание резких углов пошло на пользу пластинки и породило чистые и гармоничные поп-песни. Но по большей части новый подход разрушил тот ореол загадочности, из-за которого артистку и заметили. 3. 3. Доплемон. 3. Смутбигкат. Ангус Стоун прославился прежде всего как один из участников австралийского дуэта. 4. Ангус. Амперсант. 4. Джулия Стоун. За плечами у которого более 10 лет выступления и 4 пластинки красивого инди-фолка. Что же касается. 5. Доплемон. То для музыканта это, кажется, совсем не обязательное и всплывающее время от времени проект, который по-прежнему остается занимательным полем для экспериментов. В этот раз исполнитель погрузился в туманный пляжный рок, окутанный атмосферой наркотического дурмана. Пока голос Стоуна лениво напевает про кокаиновое пламя в мозгу, гитарное сопровождение, не особо меняющееся на протяжении прослушивания, окунает слушателя в пьянящее и расслабленное состояние. Здесь чувствуется и фирменный теплый вайп Мака Демарка, и мелодии, отсылающие к классике рока в лице. Окончательное погружение в психоделический мир происходит после просмотра клипов в которых плюшевые звери выпивают и отрываются в баре, а сам Стоун, чередуя игристая с Джоинтом и Сигарой, внезапно въезжает на своем автомобиле в параллельный мир ярких кислотных красок. В 1999-2000 годы вокалист российской индо-группу Вула Алексей Августовский внезапно вернулся к своему забытому сайт-проекту и в сотрудничестве с Синтипоп 3А Выпустил свежий альбом, холодно встреченный давними слушателями проекта, ностальгирующими по инструментальному сопровождению и лауфайному звучанию коллектива. С первых секунд плавный и выразительный голос Августовского, сдобренный механическими ритмами синтезаторов, заставляет вспомнить о постпанке в духе британцев White Lies и предвкушать разгон от растянутого вступления до динамичного припева, но ожидания не оправдываются. Вместо этого альбом медленно утопает в монотонности, песня за песней вписываясь в одинаковый шаблон. С каждым треком депрессивные тексты, пронизанные одиночеством и желанием сбежать от прошлого, находят все меньшее отклика, а под конец и вовсе блекнут на фоне ускоряющейся танцевальной электроники. В итоге 1999-2000 годы проигрывает как цельный сборник, но обретает самобытность и актуальность при раскладывании на отдельные композиции. 5.5. Тайчо. Каждый новый альбом калифорнийского продюсера Скотта Хансина не обходится без сравнений с творчеством шотландского дуэта. И не зря, и те, и другие давно и успешно выпускают музыку в стиле приятного и ненавязчивого дунтимпа. Похоже, абсолютно не стремясь дополнить свое творчество какими-то новаторскими элементами. По крайней мере так было до появления Weather, вышедшего на экспериментальном лейбле Ninja Tune и ставшего переломным релизом для Тайчо. В одном интервью артист рассказал, что давно вынашивал идею включить в свои композиции самый органичный инструмент – человеческий голос. И именно этот прием позволил ему выпустить сборник, выделяющийся среди бесконечных часов фонового амбиента, имеющихся в музыкальном арсенале продюсера. Сумев сконструировать идеальный инструментальный ландшафт, Тайчо соединил его с воздушным вокалом исполнительница Сэн Цзина и выдал восемь запредельно медитативных треков. Никакого стресса, повторяет под конец напарница Хан Цзина, и эта фраза становится слоганом всего альбома – легкого и расслабляющего. Марина Пагасян